Всем привет! Мы сейчас едем в бывшую резиденцию нашего экс-президента Януковича в Межигорье. Это под Киевом, там очень большая территория, его хоромы. Hello, everybody! Марина, не перебивай! Now we are going! Как видите, тяжело снять видео с еще одним блогером. Там, кстати, Марина с Уиллом и мой муж. В общем, собираемся взять там велосипеды покататься, потому что территория реально большая, ее обойти очень сложно. И мы там были, на самом деле, прошлой зимой, когда только открылась для посещения эта местность. Ну вот сейчас едем чуть погулять. Мы взяли билеты и сейчас поедем на велосипедах кататься. Здесь нам, кстати, отметили разные интересные места. Так что сейчас возьмем вас с собой. Надеюсь, что сможем поснимать во время езды, потому что я, на самом деле, не ездила уже несколько лет, наверное. Прикольно вообще, что есть сейчас такой парк, где можно погулять со своей семьей, покататься на велосипедах. Территория огромная, всем хватит. И что его открыли для посещения, в принципе, еще один такой большой парк. Вот, смотрите, вокруг какие здесь красоты. Один из гостевых домиков вот там. Один из гостевых домиков. А это искусственный водоем. Называется Киевское море или Киевское водохранилище. И вот там вообще не видно края даже. А мы поехали дальше. Это персональная столовка нашего бывшего президента, как видите, на воде. Это корабли. И там, когда мы в прошлый раз были там, то видно было сквозь окна, что там сервизы, позолоченные, серебряные. Короче, все очень изысканно и дорого. Видите, какой здесь подъем. Я, в общем, еле живая сейчас. На самой низкой передаче и то очень тяжело ехать. И пешком уже пошли с последних сил. Давно уже не было такой зарядочки. Сейчас вы видите зоопарк. Мы сюда еле поднялись, но наконец-то мы у финиша. И вот там разные звери. Это частный зоопарк Януковича. А также говорят, что он разводил домашнюю птицу, скот, для того, чтобы питаться. Чтобы готовили только вот свое. Потому что боялся, что его кто-то отравит. Это типа фобией такое было. Не знаю, правда ли это, но ходят такие слухи. У него волосатые роги. Я никогда не думала, что у меня не роги волосатые. Зацените забор. Его высота метров 8-10, наверное. Явно не хотела, чтобы его беспокоили. Мы на велосипедах объехали по самым таким достопримечательностям, можно сказать. А здесь вот по периметру объехали. А здесь, возле его имений, именно к дому мы направляемся. Сюда нельзя въезжать на велосипедах. Так что мы их сдали. Взяли кое-что, чтобы подкрепиться. И идем к дому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы у, наверное, главной достопримечательности этой резиденции возле дома бывшего Януковича. Это Хонка. И прикол здесь не в том, что народ отобрал у него резиденцию. Дело в том, что это все было построено на наворованные деньги. И сейчас это просто стало государственной собственностью. И открыт ли для посетителей как парк, как место для отдыха, куда можно прийти, покататься на велосипедах, на пикник и так далее. То есть мне кажется, это очень прикольно, потому что действительно такие владения, жалко, чтобы они были закрыты от народа. И сейчас это очень классное место. Мы видели сегодня, вон, кстати, там свадьбы приезжают сюда фотографироваться. И, в принципе, отличное место для того, чтобы с семьей провести выходные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Мы тут заканчиваем нашу экскурсию по Межигорью. И сейчас немножко сделали перевал, отдыхаем. В общем, у нас куча впечатлений. И вот хотела спросить у Марининого парня, канадца, как ему эта резиденция. Потому что, ну, мне кажется, иностранцы вообще в шоке, когда видят, что в Украине такое есть. Так что, Вил, как ты любил эти резиденции? Как ты любил эти резиденции? Да, эти резиденции были довольно невероятны. Я очень удивлен. Я очень удивлен. Это так большой, есть много здесь. И вообще, нет ничего подобного. Как ты любил эти резиденции в Украине, которые я видел так далеко. И это действительно кажется, что это не просто. Я бы сказал. И что ты любил здесь? Что ты любил здесь? Что ты видела? Чтобы видеть? Я имею в виду... Музеи и пляжи, кайфорик... И все очень... Не знаю. И точно все показывает, что может быть украшен. Если у тебя есть много денег. И если ты президент не принимай все деньги WWW и в украине. Я бы сказал, что это Версайя Украины. Хорошо, спасибо. И ферма, и вот этот дом, и корабль, и ресторан, в общем, и сколько всего можно было бы достичь, насколько Украина могла бы подняться, если бы деньги, которые были потрачены на строительство этого замка, по сути, были направлены в другое русло, на благо народа Украины. И действительно, просто сложно представить, сколько сюда вахано просто миллионов. Здесь все сделано из мрамора, вот все, что вы видите, из очень дорогих материалов, ну, не только там сервизы позолоченные, а и то, с чего сделан дом, плиты огромные, мраморные, которые одна только стоят очень много денег. Короче, Вилл в шоке, мы тоже, и будем уже скоро ехать домой. Итак, мы уже покидаем резиденцию, едем домой. Как видите, уже стало и прохладней, вы не видите, но это очень ощутимо. Мы тут замерзли немножко, сняли с Мариной еще один челлендж, так что скоро вы его увидите на канале. И будем ехать домой, забирать маленького и уже ложиться спать. Нам очень понравилось. Как-то сюда еще приедем, может, на фотосессию, здесь реально есть классные места. Вот, так что следите за моими всем следующими видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok